Для меня индустрия прямых продаж очень важна. И я здесь новичок по сравнению с вами. Вы очень опытный, я чуть из другой сферы бизнеса, где работал. Вам это сказать нечего. Но я когда начал изучать разные индустрии, и когда в жизни принимал какое-то для себя решение чем-нибудь заниматься, я смотрел на уровень индустрии. Что происходит и что произойдется в моей индустрии. То есть я когда заканчивал институт, я хотел пойти в банковский сектор, инвестбанковский сектор. Потому что я видел, что индустрия растет. Я смотрел, что за последние 20 лет есть определенный рост индустрии, и шел на рост индустрии. Просто не хотелось тратить 3-5 лет пустую. После банковского сектора смотрел, куда еще можно пойти. Когда я даже принимал решение пойти в госслужбу, в РосАТО. Я знаю, что будет с атомной энергетикой. Потому что атомная энергетика от такого количества обогащенного урана можно получить столько энергии, сколько, допустим, 50 вагонов угля. И плюс она еще чистая. Я видел, что цена на уран растет. И если я пойду в индустрию, в отрасль, которая приносит пользу, и где еще цена растет, и она имеет свои перспективы, я не потрачу пустую свои годы. После этого ты смотришь, что еще есть. Заняться банковской деятельностью. Куда пойти? Куда инвестируют деньги в свое время? Я обратил внимание индустрию прямых продаж. Я про нее ничего не знал. Не знаю, что наша семья вводит одной очень компании, которая с 89-го года. Она азиатская компания в прямых продажах. Но мы, так сказать, операционно не управляли этим бизнесом. Я посмотрел, что она в портфеле наших семейных бизнесов. Я начал изучать эту компанию. Я понял, что такое прямые продажи. И знаете, что меня больше всего удивило? Я всегда люблю смотреть на цифры. Я смотрел, что происходило за последние 20 лет в плане цифр. Всего три цифры мне было интересно. Рост индустрии в плане товарооборота. Эти цифры достигли, кажется, 100 миллиардов долларов в год. Ну, это если брать данные ассоциации прямых продаж. Я смотрел количество дистрибьюторов, которые подключаются каждый год. И третье. Рост. Насколько динамика роста меняется каждый год. Я был удивлен. Она растет двузначных показателей. То есть я видел рост определенных годов, когда экономика падала, ВВП стран падала, а тут почему-то ниоткуда возьмись, индустрия прямых продаж растет. В 2008 году, когда был весь этот кризис, Мэри Кей впервые начала вообще рекламировать на финал Супербола. Там одна реклама, две минуты. Какой две минуты? 15 костов, 2 миллион долларов. Представляете, я не пони. И они рекламировали не свой продукт впервые за всю свою историю, а бизнес, возможности, консультантам. Это меня поразило. Потому что я когда начал изучать и теоретически, как бы все классно. И она должна работать. Но потом я задумывал, почему весь мир тогда не занимается прямыми продажами. Потому что на бумаге все круто. Нет посредника. Ну все остальное вы знаете, да? Вам не рассказывайте. Лучше мне рассказывать. Еще вознаграждение, еще мероприятие, поездки. Очень много плюсов. Ну почему? Вот мы сегодня в Кисрокус-Сити рассказываем людям, которые очень любят Вижен, любят президента и пришли сюда. Они на первом канале обещают, что вся страна смотрела. Потому что есть определенные проблемы с отраслью. И я начал разбираться в этих проблемах. Я углубился, очень глубоко изучал. И поуправлял компанию. Можно сказать, три года. Она до сих пор есть и растет. Но я понял все проблемы, которые касаются этой индустрии. С моим очень близким другом мы постоянно эти проблемы обсуждали. И в итоге пришла идея. Как можно сделать, чтобы у этих людей получалось намного лучше, быстрее, качественнее. И чтобы был какой-нибудь продукт, который может все ускорить и упростить. И решить многие проблемы, с которыми люди сталкиваются в последние 50-60 лет в этой индустрии. И в России за несколько 20, ну сколько там, последние 20-25 лет. Им очень сильно, все энергии и силы вникли в этот продукт. инвестировали серьезные средства в этот продукт. Чтобы решить ваши вопросы, упростить вашу работу, сделать им просто удовольствие. Потому что вам, во-первых, огромное спасибо, что вы поддерживаете эту отрасль. Мне это очень важно. у многих моих партнеров очень важно, что есть люди, которые в нее верят. Через все трудности вы проходите, постоянно старайтесь расти и расти. Это очень важно. Такое спасибо, конечно, всем сотрудникам Вижн, которые это все организовывают. Потому что сделали классные мероприятия. Все большие молодцы. Я вам сейчас расскажу скажу про вот этот продукт. Очень коротко, чтобы вы понимали, что все, что будет происходить, все будет происходить только в лучшую сторону. Тут я вам могу дать срок. Только лучше. Все должно быть только лучше. И, например, давайте посмотрим несколько базовых изменений, которые происходили за последние, можно сказать, 5-10 лет в нашей жизни. Здесь можно первый слайд? Слайд, например, помните, да, раньше в туристические агентства мы шли, нам показывали, давали много-много журналов, и мы выбирали, куда поедем. Мы говорили, другую страну нам другой журнал давали, другой другой журнал. Ну, как бы вы все это помните, проходили. Потом появилось booking, еще много других сайтов, где все намного быстрее, удобнее, сразу по самой дешевой цене, горячие акции, функция фильтра и так далее. Понятно? Изменил вашу жизнь? Да. Она сделала ее дешевле, то есть выгоднее для вас? Кому она сделала невыгодной? Турагентством, правильно? То есть технология сделает так, чтобы вам было лучше. Давайте у вас еще одну технологию. Магазины. Хорошо, мы шли в шопинг, ну, это до сих пор тоже делается, но уже заказы через мобильные приложения, во-первых, обогнали заказы через сайты, уже достигло 60%, и многим людям намного удобнее заказывать все через сайт или через мобильное приложение, везде работают классные функции, доставки и так далее, и вам приносят товар домой. Эта функция меняет жизнь некоторых людей. магазины запоминают ваши старые заказы, вам все это чуть-чуть рассказывали. Одной кнопкой, снова заказ, и деньги у вас сразу там вычитываются. Дальше, что еще изменилось? Знакомо? Такси раньше вот так ловили. Если ты вводишь такси в аэропорт, особенно есть там в Армении, например, да, ты говоришь, сколько цена? Он говорит, брат, сколько сердца пожелает, столько дай. Ты говоришь, доехай до аэропорта, ты даешь ему, допустим, тысячу рублей. Он говорит, брат, всего тысяча рублей, и начинается развод. До двух тысяч, я думаю, у тебя сердце лучше, ну и так далее. Сейчас это так? Во-первых, эта тема уже по чуть-чуть убирается, потому что вы, когда заходите в мобильное приложение Яндекс, Гет, Убер, вы уже видите сразу, где все машины вокруг вас, разные категории машин, и когда вы нажимаете заказать, деньги вычитываются сразу, не могут обмануть, уже сразу вычитываются суммы. Ни с кем не нужно больше по-братски договариваться. Это удобно. Снова, кому это выгодно? Кому? Арменину или вам? Вам. То есть, понимаете, да? Это все я рассказываю, что вы понимаете, технологии любые, они только на вашей пользе, на вашей стороне. Они должны вам помочь. Я верю, что долгосрочно жизнь будет удешевляться. Следующие 5-10 лет водители не понадобятся больше, вам не надо будет за рулем сесть, машина будет, но это еще займет 10 лет. То есть, технологии, любые изменения, которые будут происходить, только в вашу пользу. Это очень важно, чтобы вас узнавали. Теперь, есть одна проблема. Видите, это же не просто так, что родились такие мобильные приложения, они все по сотне миллиардов долларов стоят. Это огромный труд, это вроде бы кажется все так просто, быстро, кнопочку нажал. За этим стоят такие мечты, и такой труд, и такие деньги, и такие навыки людей, что они это все создали. А для нас это как игрушка, одну кнопочку нажать. значит, какие-то люди, какие-то инвесторы инвестировали в туриндустрию, в таксистов, на сайты, а в индустрию прямых продаж инвестировали? Да. Нет, не инвестировали, ребята, индустрия пошла вокруг вас. Каждая компания сама тратит деньги на свой сайт, свою CRM-систему и так далее. Все это делают. Все это делают. Но каждый на своем уровне, насколько может, насколько в этом разбирается. Но чтобы пришли там ребята из Силиконовой долины или откуда-то еще инвестировали миллионы долларов и прямо занялись всей индустрией, никто не пришел за последние 25 лет. Из-за этого наша отрасль отстает. Она должна была быть намного впереди. 100 миллиардов долларов с такой теоретической моделью бизнеса это ни о чем. Мы должны уже было лететь в 500-800 миллиардов долларов в 2017 году. А мы всего лишь на 100. Это тоже неплохо, потому что есть бизнес, есть индустрия. Но технологии отстают. И вот мы взяли за эти технологии и я вам сегодня ее расскажу. Я надеюсь, она улучшит вашу жизнь, сделает ее дешевле, удобнее, комфортнее, будет таким бустером. Интересно? Да! Хорошо, давай. Можно следующий слайд? Следующий. Программа называется «Сессия». Почему мы назвали «Сессия»? Потому что мы хотели, думали, ну все, ты вошел, у меня сессия началась, работаешь. Вот базовое понятие самого названия. Дизайн очень важен. В любых приложениях, что бы ни было, дизайн очень важен. Дизайн все рисуют только наши художники с нуля. Потому что каждый рисунок, каждая черточка, за ней стоит миллиард комментариев, которые мы добавили. Следующий слайд. Первый, давайте тогда расскажу. Значит, давайте я вам буду показывать чуть-чуть базовое, как это было давно, и, понятно, чуть-чуть утрировать буду, и как это сейчас с этой технологией. помните раньше, как мы регистрировали людей? Да. У меня не было, к сожалению, я не могу похвастаться, но вы это делали. Были контракты, с собой брали кучу контрактов, правильно? Контракт заполняли, потом нужно было дать нам в администрацию, они должны были эти данные внести, потом второй контракт, наверное, отдельной формы заказа товара тоже вносит, и все. Там, скорее всего, ошибки делали? Да. Вот, сотрудники тоже, вижу на, ну, суть что? Это, что мы сделали? Вы берете свой телефон, бесплатно скачиваете мобильное приложение, у вас у всех есть телефон, где есть мобильные приложения, думаю, вы знаете, как это делается, в андроидах или iOS и так далее. Вы, когда заходите, регистрация функции происходит так, новичок скачал телефон, у него, сейчас я вам покажу, открывается вот такая камера на экране, это будет один из его первых экранов, после того, как смс авторизуется, вы берете ваш ID, это ваш QR-код, наводите его экран сверху вашего, все, он зарегистрирован. если вы проводите вот такую презентацию, вас как зовут? Алексей, вот допустим, Алексей пригласил всю эту сторону зала, Алексей говорит, вот мой QR-код, это код Алексея, и говорит, все, кто первый раз еще не зарегистрированы, кого я сам лично Алексея пригласил, сделайте вот так, сидя там, и когда вы сидя там, сделаете вот так, вы зарегистрировались моментально под Алексеем за одну секунду. Это пока не ваш, будет ваш. То есть, они не убегут никуда, эти люди, даже если вы затянули презентацию, как мы любим делать всегда, но они уже все, они в системе, и потом в системе расскажу, что дальше с ними будет делать. То есть, эта функция уже работает, она уже, так сказать, уже испробована на других компаниях, и сегодня она для вас тоже есть. Следующая функция. Дальше. Помните раньше письма, как посылали друг другу? Ну, очень-очень давно, дальше, наверное, в СССР. Чуть-чуть потом продвинулись, потом появились, когда компании хотели с вами коммуницировать. Как компании с вами коммуницировали? СМС-ки появились, СМС-сообщения вам высылали. Потом, что они нашли чуть дешевле способ, куда высылали вам какую-то информацию, рекламу? На почту, имел. Правильно? А сейчас в приложении мы создали вам вашу личную социальную сеть. Вот она. И здесь уже есть ваши мероприятия. Вот, например, у меня первое уже это загружено. Вы когда в сессии загрузите, потом после мероприятия вы увидите. Например, мы смотрим, кто-то получил лакшери-бонус. Вы их уже разыграли, верно, сегодня? А, еще не было? Завтра. Но вы знаете, кто эти люди, правильно? Да. Вот, значит, Светлана Ефимова. Вот, например, пост про Светлану. Вот, тут можно посмотреть, у нее взяли интервью о ее лакшери-бонусе. И потом у вас внизу есть чат, у вас есть, вы можете переписываться с друг другом, и все это видят одновременно. В моменте. Удобно? Да. И компания каждый день вам делает разные посты. Вот еще пост. Реклама продукции. Продукт какой-нибудь вышел, отзыв вышел, в вашей социальной сети это все появляется. И вы с друг другом можете это обсуждать, дискутировать и так далее. Это все в одном месте. То есть никакая информация не потеряется. Теперь, допустим, вам задали вопрос про какой-то продукт, вот любой, например, берем продукт БИС. Вы вот тут в поиске вводите БИС, просто первые две буквы, и вам открывается пост с этим продуктом, где вы все про него можете прочитать. У вас тут есть секция мотивационных определенных постов. У вас постоянно появляется мотивация. Представляете, пост про сегодняшний саммит. У вас есть пост, например, по поводу мотивационные посты от самой сессии. У вас есть аудио даже. Смотрите. Привет, это сессия семь мотивирующих книг, которые... И она вам каждое воскресенье посылает мотивирующие тексты, аудио. Она звонит вашим людям, которые закрыли квалификацию, берет у них интервью и выставляет в постах. Еще у вас есть функция галереи. Вы все, что она выставляет, можете видеть сразу вживую. Такого, ребят, нет ни у одной компании в мире в данный момент. Гордитесь, это в России сделано. Дальше, следующий слайд, следующую функцию расскажу. Вот эта функция у вас уже доступна сегодня. QR-код, он будет доступен после глубокой интеграции. Где-то, скорее всего, это октябрь. Но вот эта функция уже сегодня, как все загрузить, у вас она есть. Уже можете там общаться, переписаться. У вас есть там магазин стикеров. Вы можете... Даже есть стикер вашего президента Дмитрия Буряка. Красивый стикер. Можете высвать в другую. И там можно будет даже заказать свой стикер и вас нарисуют. В WhatsApp такого нет, в Viber такого нет. А тут ваши личные стикеры. Это очень круто. Сейчас покажу вам, например. Смотрите, стикеры Vision. Ваш продукт. Видите вот стикеры? Вот они же тут. Очень классно. Особенно, когда новичок регистрируется, он попадает в соцсеть, он видит ваши дискуссии, разные отзывы, он уже хочет купить с товар. Дальше. Следующая функция. Следующий слайд. обучение. Как мы обучаемся? Раньше книжки только, библиотеки, потом появились, ну, по-неделу, мы все делаем вебинары, их никто не отменял. Появились аудиообучения и так далее. В сессии у вас 360 уроков обучения. Мы их сами записывали целый год. Уроки общие, а есть уроки, которые будут касаться конкретно вашего продукта, вашего направления. Вот урок, например, вот новичок зарегистрировался, он не знает, что делать. Его начинает с сессии сама обучается. Например, три способа зарабатывать деньги. Начинаем. Вступление. Обучение в сессии. Здравствуйте. Это сессия ваша виртуальная помощница. Поздравляю с началом обучения. Специально для вас я составила индивидуальную программу наших занятий. Мы с вами уже взрослые люди. Можно вот так слушать. Можно шеобразовать. Понятно, да? То есть уже новичок сразу же начинает обучаться очень аккуратными шагами. И потом есть функция тест. Просто так он не может пройти на следующий уровень, пока не сдаст тест. Ему дается пять минут пройти тест, чтобы мы проверили его знания. Это очень важно, чтобы вы, те, кто сверху, можете видеть, что он делает, что он обучается. И через это вы видите, что происходит с вашим новичком, насколько он быстро развивается. То есть мы ускоряем тут все. Потом топовым лидерам будет дан доступ загрузить свое обучение личное, которое будет снова аудиозаписывать за наши специалисты, и у вас внутри будут свои личные обучения для ваших отдельных структур. Это очень важная функция, именно потому что у каждого еще есть свой способ обучения, и мы это очень сильно уважаем. Следующая функция. Давайте дальше. Звонки. Как мы раньше звонили? Ну, сейчас как все. Обычные телефоны. Вот с таким можно было сделать трехсторонний звонок? Наверное, кто-то смог бы, да, но если там несколько человек на линии. Потом появились айфоны разные функции, когда можно делать конференц звонок, скайп и так далее. Все равно пошло развитие, ватсап, SEO тоже, вичат, разные приложения. Но мы, когда новичок присоединяется в компанию, он не знает, что говорить, он не знает, кому звонить, а что если мы за него позвоним и все сделаем? Такое верите? Смотрите, как это работает. Я новичок, я захожу в свои контакты внутри сессии, эта функция для вас уже доступна. Я буду говорить, какие для вас доступны, какие нет. Это доступно. Я выбираю Дмитрий Буряк, вот я выбрал его, она меня спрашивает информацию про него. Я заполняю информацию. Как мы раньше заполняли информацию? Ну, список 100 контактов, которые всегда непонятны где и так далее. Но вот тут в моем телефоне список. Я заполняю мужчина, дата рождения, город, личные данные, браки, высшее образование, доход, низкий, высокий, высокий, супервысокий, должность, руководитель. Могут заинтересовать темы, я просто перечислю. проблемы с весом, давление, головная боль. То есть вы все заполняете про него и система сама решает, что ему предложить. Обалдеть. За вас. Вы можете изменить выбор системы, но она имеет большие данные исторические, и на основе этих данных алгоритмы знают, что предложить сегодня. Она вам рекомендует, скорее всего, она будет в большинстве случаев права, чтобы вам положительно ответили, когда позвоните. И потом, теперь я выбрал сохранить, и она мне дает данные. Сейчас покажу. Смотрите, она выбрала, что говорить, и у меня есть уже записанность скрипты, текст, и она сама позвонит. Я могу записать свой текст, например, Дмитрий, добрый день, это Нарек, сейчас вам позвонит моя виртуальная помощница, и кое-что расскажет, а потом она на нас соединит. И потом это идет звонок уже отсюда. Я могу одновременно обзвонить 10 человек или больше. И смотрите, например, берем текст приглашения, презентация косметики. Нет, презентация БАДУ. Вот. Да, на нас это основное нанос. А новое эффективное средство, которое приедет в сосудах. Люди, принимающие его, рассказывают, что через месяц скачки давления не прекратились, а через полгода в банк. Привет. Известы ваша. Недавно она скачала новое приложение и теперь не выпускает смартфон из рук. Говорит, что с его помощью уже заработала себе на внеплановый отпуск. Она предлагает вам зарабатывать деньги вместе, научив, как пользоваться приложением и поможет на первых порах. На самом деле это не просто не может быть, а на работе не может А допустим, ваш знакомый так сказать, кинул трубку. Что Сэси делает? Я вам звонила, чтобы рассказать об императорском женщине. Моя начальница почему-то решила, что я не умею общаться с людьми и хочет меня уволить. И это даже несмотря на то, что я работаю как робот, без перерывов и выходных. Кстати, спросите у нее, сколько она с моей помощью уже денег заработала и что я умею. Я чего звоню? Может, у вас для меня работа найдется? Я готова хоть сейчас приступить. Даю слово, вы не пожалеете. Спросите ее сами. Сейчас я передам трубку. Только вы не говорите ей о том, что я на нее жаловалась. Надеюсь, еще побалдует. Понимаете, она еще когда звонит, это ваш номер телефона определяется. И вы видите на своем экране все звонки и что там написано? Пользователь поднял трубку. Пользователь слушает запись. Пользователь слушает вторую часть записи. Соединяем с вами. И когда? Теперь слушайте. Когда она соединяет с вами, звонок идет на ваш телефон, она вас соединяет друг с другом, вы разговариваете, звонок записывается, отправляется вашему спонсору, спонсору ставится задача прослушать запись и дать оценку. Это высшего пилотажа обучения. Все же. Теперь вы знаете, о чем они говорят. Когда мы первый раз тестировали систему, мы были в шоке, что наши люди говорят. его спрашивают про продукт, он говорит, ясный, митый дистрибьютор в этой компании, приходите ко мне в офис. Он говорит, тебя про продукт спросили, говорит только про продукт. А мы же слышим запись. Он вообще, кейсдрам, меня там все знают, в офисе, скажите, вот мой идей. Он говорит, какой идей, о чем вы? Понимаете? И это, это мы смеялись, но это ошибки делают очень многие. Они теряют фокус и не о том говорят. А вот эта технология, во-первых, живое обучение. Вы видите, кто кому позвонил, что предлагают. И даже если не использовать, это как рекламный звонок. Потому что в законах индустрии прямых продаж рекламу не делают компании. Реклама на вашей стороне. Вы должны отвечать за рекламу. Мы отвечаем за продукты, все остальное. А реклама, даже если каждый из вас всего потратит тысячи рублей на рекламу любого вида, представьте, у вас там сто тысяч. И у нас на компании нет таких бюджетов потратить рекламу. И вот реклама всегда по закону ремонт продаж должна быть на стороне. Ну, по чуть-чуть скажем. Тогда сила получается. И вот здесь получается такая маленькая реклама, которая помогает продвинуть вас в бизнес. И мы заметили, что те, допустим, десять новичков в бизнесе, в обычных магазинах звонил из десяти, потому что боялся. Сейчас звонят семь или восемь. Это огромный показатель, который поднимает средние статистики. Если у кого-то из вас в структуре тысячи человек, десять тысяч человек, сто тысяч, то представьте, у вас есть конверсия активных, еще у вас есть другой процент, сколько эти активные приносят вам денег. А представьте, вот этот процент конверсии активных вы утроите уже через месяц. И средний чек, допустим, вам один человек в вашей структуре, кто попадает в категорию активных в вашем понятии, приносил, допустим, тысячу рублей, вам, как человек, вы сейчас приносите три тысячи рублей. Мне очень грустно было, я многих лидерами общался в индустрии, и были люди, которые, я знаю, были структуры по четыреста тысяч. И в Америке были люди, которых по восемьсот тысяч. Но их сегодня нет этих восемьсот тысяч, потому что даже в нашей компании «Пивка», у нас даже свой футбольный стадион есть, но там были моменты, когда было 60 тысяч в футбольном стадионе, а сейчас вы не смогли удержать, потому что невозможно удержать 60 тысяч человек, активно 60 тысяч на тот момент, на 95-й год, я вам рассказывал, потому что технологий нет. Вы даже не успеешь всех обзвонить, если я с утра до ночи каждому звоню, это невозможно. А технология может обзвать, она может отслеживать, кто там что делает, она понимает часовые разницы в каждом городе, правильно в ночи не разбудит, вы можете разбудить. То есть это еще одна из функций скрипта, или как минимум можно просто заходить, слушать скрипт и понимать, как говорить. Когда вы же сами звоните, вы же знаете просто текст. Обычно же вы просите всегда, чтобы вам дали скрипты, а тут уже в вашем телефоне, всегда скрипты все готовы. И они будут добавляться, добавляться, конечно, вы будете давать советы, какие скрипты добавлять, мы будем добавлять в постоянную дату. Следующий пункт. Календарь. Часто календарь у всех есть, да, у телефона свои календарь, кто-то в ходе с папочками и все важные информации вводит. Но тут у вас теперь появляется, эта функция вам доступна тоже, и у вас есть теперь свой календарь. Вот видите, например, у меня, например, сейчас образовалась задача, потому что я позвонил, ну, как бы человеку скинул, но не забыть ему перезвонить, она мне сама напоминает, она меня будет постоянно пушить, чтобы я что-то делал, чтобы я развивался, меня толкать. И тут получается, любые мероприятия компании будут, любые вебинары будут всегда отражаться тут в календаре. Вы сами можете свои личные мероприятия загружать, и еще за 10 минут до начала мероприятия вам будет приходить уведомление о начало мероприятия, чтобы вы не забыли. И вы нажимаете сюда, вы попадаете на пост, и в посте есть ссылка на вебинар, где вы сразу через телефон можете видеть вебинар. И так у вас в разы поднимается количество посещающих людей в ваших вебинарах. Это функция календаря. Все, все еще в одном приложении. Дальше. Следующий чат. Вы сейчас все переписываетесь в WhatsApp, Telegram, наверное, Vibor, ну еще какие-то приложения. Правильно? У вас теперь будет свой чат. Скорее всего, вам его откроем уже в конце сентября. Вы сами переписываетесь, вы создаете свои группы, вы можете друг друга назначать внутри чата трехсторонний звонок. Сразу это будет идти в ваш календарь. Он будет запоминать. 10 минут до начала звонка будет всех соединять, и вы можете разговаривать. Круто? Вот. То есть у вас свой собственный чат с вашими стикерами. Это смешно звучит, но ваши стикеры, настолько круто. Вы показываете другим компаниям, идете, гербайк, у вас есть свои стикеры? Нет, нет своих стикеров, а у вас есть свои стикеры. И много молодежи, ваши дети придут сюда. Я вам это гарантирую. И ко мне столько людей приходило, говорят, мой ребенок не может выйти из сессии, везде там играет, потому что это уже их язык. Они любят это. Они ходят с QR-кодом всех учителей, всех подписывают, всех подписывают подряд, понимаете, как? Это очень интересная штука. Дальше, следующая функция. Отчеты, подсчеты и так далее. Технология подсчетов, она вам не запущена пока. Она будет запущена, будем дорабатывать, чтобы она была на основе блокчейна. Вы эти слова не знаете, но суть, что отчеты это ваш отчет. У вас есть сейчас личный кабинет, у всех компаний есть личный кабинет, у каждого чуть-чуть разный, лучше, хуже. Но цифры все у вас будут отражаться вот тут. Кто-то купил через секунду товар, вам сразу приходит уведомление, поздравляем, Алексей, у вас купили допустим на 100 тысяч рублей товар, вы заработали на 20 тысяч. Мгновенно. И мы даже заработали свои специальные звуки, чтобы вы понимали, сколько денег пришло по звуку. По звуку, да, ваша своя звука денег. Для кого нет звука, они будут сидеть в кафе, включайте на громкую связь, и пусть все слушают. Сами покупайте там. Понимаете, это очень важно, то есть это ваш целый мир создается, на который люди будут обращать внимание. Следующая функция, потом, вы видите там ранги, вы видите, сколько вам не хватает до следующего ранга. Система последней пронят до закрытия месяца вам позвонит, и каждому позвонит. Как вы думаете, что она нам скажет? Привет, дорогой, Алексей, вы большой, у вас только людей, вы забываете закрыть активность, чтобы получить огромную сумму денег, не забудьте, пожалуйста, скажите «Да», и я за вас куплю. Круто? Получается, она будет обзванивать и всем напоминать. Понимаете, если вы будете обзванивать, во-первых, вы не успеете у вас участие, люди, как сказать, будем это раздражать. Мне нравится, когда я навязчиво что-то толкаю. А тут вы не толкаете. И самое важное, в чем хитрость, и это и не вижен толкает. Если это мобильное приложение, разработанное виженом, это людей на пигау. Потому что компания снова толкает, хочешь наоборот сделать. А это независимое мобильное приложение. Ну, хочешь удаляй его, хочешь оставь, но это не компания тебя. Ты сам решил загрузить себе сессию. Вот и пользуйся. Если вам что-то в WhatsApp не нравится, вы же не удаляйте WhatsApp, или Facebook не нравится. У вас такой свой мир, который будет постоянно напоминать вашим клиентам стараться и наслевать. Хорошо, следующая функция. Назад можно? Функция вывода средств. Представьте, у вас накопилось там 20 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, неважно. Вы зашли в секцию чеки, сюда, у вас тут отражаются ваши деньги. Вы фотографируете свою карточку, нажимаете отправить, и через секунду деньги на вашей карте. У кого ИП, тот ИП, у кого не ИП, там есть технология, как мы это сделали. Через одну секунду, и потом что будет? Музыка, помните? Нигде не надо регистрироваться, ни на каких чужих сайтах, не нужно ничего, все, это в одном месте. Кто-то хочет любить всякий криптовалют, эфириум, ради бога, обменяли на эфириум внутри приложение или биткоин и так далее. Все в одном месте. Так просто получить деньги еще никогда не было. Все прозрачно. Снова, кому это выгодно? Все технологии будут всегда на стороне людей, на нашей стороне. Дальше, следующий слайд. Задачи. Когда подключается новичок, снова мы все это обучали, читали, что нужно поставить ему цель. Правильно? Сколько денег зарабатываешь, что ты готов делать, ну и так далее. Теперь у вас появилась функция. Сейчас я вам покажу. Выберите вашу цель. Вот, у него открывается экран. Это самая первая задача, которую система ему ставит. Он выбирает, хочу делать, допустим, 35 тысяч рублей. На движение вы ему не разрешите сказать 35 тысяч. Вы выберите там больше 300 тысяч, например. и на основе этого система его ориентирует. Сколько часов нужно потратить в этом приложении, выполняя ее задачи, чтобы выйти на эту сумму. И наши алгоритмы это все умеют просчитывать. И тут написано, хочешь 300 тысяч, 6 часов в день, ты должен выполнять мои задания, которые она сама будет ставить. Тебя будет 300 тысяч. Хочешь дополнительный готов, тебе нет времени, потратить 2 часа, ты будешь 65 тысяч делать. Это тоже круто, 2 зарплаты по стране. Он сам выбирает, и алгоритмы на основе его выбора ставят ему то количество индивидуального обучения, индивидуальных задач, звонков каждый день и напоминания. То есть она за вас делает вашу работу по большому счету. Поможет вам? Следую что? Уведомление. Любой человек зарегистрировался в сессии, вам приходят уведомления. Сразу на экран телефона, гвалт на экран. Кто-то купил товар, вам пришло уведомление. Кто-то что-то сделал, вам пришло уведомление. Вы закрыли статус, вам пришло уведомление. То есть все теперь у вас будет максимально быстро и прозрачно. Уведомление функции у вас тоже включено. По крайней мере, если новичок зарегистрировался, у вас она включена. Следующий слайд. биржа контакта. Вот это вы полюбите. Помните раньше, когда был Гербалай, все началось в России? Они испоганили репутацию. Ребята старались. Ну, случилось что-то. Поверьте, я Гербалаев очень люблю, у меня немаленькое количество акций, и я только за их рост. Я так, чтобы они росли. Но суть что? Есть такой стереотип в России, что люди неправильно работали, когда начинали этот бизнес в России. Я мог ошибаться, где там не было. Я говорю то, что начинался с разных и так далее. И то, что спрашивал людей. Теперь, что это означает? Есть теперь биржа, где вы можете купить клиента. Что это означает? Что там будет биржа, как Яндекс Маркет и так далее. И у вас будет список видов. Лид по продукту, лид по косметике, лид по бизнесу. Сессия сама, через свои технологии, лендинги и так далее. Она находит этих клиентов по конкретному продукту. И вы его покупаете. Там у вас идет аукцион. вопросом, допустим, я готов заплатить 100 рублей за клиента, 200 рублей за клиента. И когда вы заплатили клиенту сессии всего, сессия звонит клиенту через секунду, потом сразу звонит вам, если вы за 15 секунд не ответили, звонок идет следующему, и она соединяет лида клиента с вами моментально. Снова звонок записывается, но у вас и вы говорите, здравствуйте, я вас слушаю. он сам оставил свой заявку или интерес и вы сразу с ним работаете. Это облегчает жизнь просто в разы. Эта функция будет у вас доступна только после глубокой интеграции, это займет время. Но суть она, как бы, она как она работает. Интересно? Те, кто не любит больше искать новичков, поверьте, сейчас все новички, все в соцсетях, все в интернете, там огромный рынок, и мы знаем, как с ними работать, и наши технологии позволяют. Следующий слайд. Ну, также у вас есть там магазин, само собой, в сессии, тоже после интеграции, у вас появляется магазин всех ваших товаров, моментальная покупка, там же можно сразу оплатить доставку, вы видите доставку стоимость во все города, и там же вы отслеживаете, где товар, через сколько вам постучат дверь, это все уже в одном месте. То есть вопросы с доставкой будут у вас, вы про них забудите, что когда-то вы заморачивались на эту тему. Групповой заказ тоже, вы можете выбрать функцию групповой заказ, поделить доставку, платить чуть меньше, потому что это групповой заказ. И там показывает, сколько вам ждать, и примерно стоимость, и вы платите сразу же стоимость доставки. Даже если это групповой, вы не знаете, сколько ждать, это облегчает очень сильно вашу работу. Интересная штука. Ребята, эта штука для нас очень важна, это приложение очень важно, потому что оно, правда, может как будто все ускорить. И наша задача сейчас ускорить все, что вы делаете. Вы так огромные молодцы. Не каждая компания может похвастаться с такими результатами, которые есть у вас. Я был очень удивлен, когда я познакомился с вашим президентом. Я не знал, что такие люди существуют в этой индустрии. Я очень сильно обрадуюсь. Я вас уверяю. Он меня очень сильно впечатлил. У нас очень много общего с ним. У него общие знакомые есть. У него огромное доверие. И это очень важно. И у него мышление другого уровня. Он видит вещи, которые другие не видят. И это он тоже увидел. Потому что постоянно думает про вас. И ищет вещи, решения, которые могут облегчить вашу работу. Вот он нашел через меня вот это решение для вас и привез его сюда. Вот он. Спасибо.